здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного доброжелательного города стало 300 тысяч потому что рубеж в 250 тысяч мы с вами успешно прошли поздравляю товарищи сегодня дорогие друзья я хочу поговорить с вами о том что заставляет нас переедать существует различные мнения по поводу того когда и как нужно есть одни считают что нужно питаться интуитивно только по голоду и вставать из-за стола немного голодными существует противоположное мнение что не нужно доводить организм до голода есть превентивно по часам строго по режиму дня потому что если организм не дай бог испугается и подумает что настали трудные голодные времена то он замедлит обмен веществ и начнет накапливать жир впрок многим из нас к сожалению знакомо такое чувство что вроде бы и поел недавно но все равно хочется есть и из-за этого начинаешь переедать и набирается естественно лишний вес это дорогие друзья очень важный момент и нужно в нем разобраться и так почему же мы переедаем первое наша пища несмотря на большой объем была бедна важнейшими макронутриентами белками микроэлементами витаминами мы с вами едим дорогие друзья для того чтобы в наш организм поступали питательные вещества из которых наш организм строит новые клетки взамен отмерших а также еда нам нужно для энергии для нашей жизнедеятельности если же мы съели с вами пустые калории то организм сразу же начнет требовать снова строительные материалы для своей стройки он же их не получил некоторые вещества способны синтезироваться в нашем организме но например большинство аминокислот называются незаменимыми потому что они могут поступить к нам в организм только извне только с пищей поэтому если вы постоянно переедаете то прежде всего проанализируйте состав вашей еды люди далекие от диетологии вообще не задумываются об этом вот я вспоминаю благословенные советские времена тогда какие требования у людей были к еде чтобы она была вкусная и сытная и например тарелка макарон причем советские времена не было макарон из твердых сортов пшеницы они были сделаны из того зерна совершенно бесполезного из которого внешняя оболочка которая и содержит все минералы и витамины была удалена и вот эта тарелка дымящихся вкусных макарон считалась нормальной полноценной едой или картошка допустим жареная с луком тоже обычный нормальный ужин советского человека особое внимание в рационе нужно уделять белку именно в белковых продуктах наш организм нуждается больше всего именно белковые продукты дают нам самую большую сытость вот я бы начала определение причин переедания именно с этого пункта проанализировала бы свой рацион и если там все в порядке то я перешла бы ко второму пункту второй пункт это обезвоживание например в результате потение то есть вроде бы человек пьет по-прежнему утром выпил стакан там вечером стакан воды но он не учел что это допустим жаркое лето или он потренировался и у него с потом вышло несколько литров жидкости но человек это упустил из виду и я сама обратила внимание вот когда такое со мной происходит сильное потоотделение летом во время тренировок то я начинаю очень хотеть фруктов и не потому что я так хочу фрукты а потому что они сочные такие в них содержится много воды то есть когда мой организм просит фруктов фруктов это значит что ему нужна влага я дорогие друзья не особенно верю в мнение что наш организм тупой и что он путает сигналы жажды и голода и что когда он хочет есть это значит что он хочет пить просто он не может определиться что он хочет я так не считаю но тем не менее факт остается фактом пожилые люди начинают гораздо меньше пить хотя я думаю что влага им нужно потому что их кожа особенно сухая поэтому дорогие друзья окиньте внутренним взором ваш день и проанализируйте достаточно ли вы пьете третье это классическая причина это недосып человеку для восстановления организма нужно ежедневный крепкий полноценный сон когда же сна недостаточно то организм может брать недостающий энергии из еды к тому же когда у человека недосып он становится раздражительным а раздражительность это стресс а стрессы мы всегда заедали такой вот замкнутый круг поэтому нужно проанализировать режим сна и если имеет место хронический недосып нужно это постараться исправить четвертая причина переедания вы очень быстро едите и просто заглатываете еду как я вам уже говорила дорогие друзья это моя хелесова пита я с ней постоянно борюсь с попеременным успехом то я внимательно слежу китайскими палочками ем потом постепенно я забываю на что-то отвлекаюсь и не успеваю глянуться как тарелка пустая но я стараюсь то есть этот пункт я всегда вношу в мой список задач надо будет не забыть его включить мой список на 2021 год врачи рекомендуют нам жевать каждый кусок ну хотя бы 30-40 раз таким образом организм получает чувство насыщения считается что сигнал о насыщении поступает с опозданием сигналом служит количество жеваний и наполненность желудка я думаю что это пошло с незапамятных древних времен когда человек питался грубой пищей которая была полна клетчатки чтобы ее переварить человек был вынужден ее долго долго пережевывать как жвачные животные и к тому же ему нужно было съесть большое количество такой еды чтобы насытиться и мне кажется вот эти два механизма они так с нами и остались до сих пор в наше же время большинство продуктов при небольшом объеме имеют очень высокую калорийность и в них практически нет грубой клетчатки поэтому съев вот такой небольшой кусочек рафинированной еды мы с вами уже получили достаточное количество калорий но наш организм этого не осознает из-за того что не работают сигнальные системы пятая причина переедания огромный соблазн огромное изобилие вкусной и недорогой еды со всех сторон нас зазывают акции мгновенная доставка на дом идешь по улице тебя со всех сторон хватают за пола везде реклама мельтешит бесконечные ролики еды по интернету и по телевизору отовсюду ты слышишь призыв съешь меня раньше на протяжении всей жизни человечества еду достать было трудно не было такой легкой доступности технический прогресс в этом плане пошел человечеству во вред шестое это мощная сила культурных традиций идущих из древности из тех далеких времен когда человек выживал только в коллективе когда еда была высочайшей ценностью потому что в те времена можно было смело ставить знак равенства между двумя словами еда и жизнь и мы любим праздники застолье чтобы стол ломился от яств любого гостя кормим до отвала мы хотим показать наше к нему расположение и делимся самым дорогим едой седьмая причина переедания в наше время все поголовно страдают от хронического стресса сейчас очень быстро и очень нервная жизнь все соревнуются за ресурсы за благо за место под солнцем остановишься расслабишься и будешь жить в коробке если потеряешь работу в нашей стране до этого еще конечно не дошло но в заграницах это обычное дело бизнес ничего лично поэтому люди живут в хроническом непрекращающимся стрессе беги 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 пока не свалишься без сил а какой самый простой способ мгновенно снять стресс это накупить или приготовить вкусной калорийной еды плюхнуться на диван и включить телевизор или залипнуть в телефоне и кстати дорогие друзья я себя считаю всегда среднестатистическим человеком и поэтому я мой отпуск провела именно так то есть я выбрала именно этот стандартный путь расслабление переместилась в сладостный мир иллюзий потому что дорогие друзья во все времена людям нужно хлеба и зрелищ 8 причина переедания это всевозможные болезни и состояние организма это гормональные сбои из-за которых наступает такой всплеск голода и появляется волчий голод булимия импульсивное переедание инсулинорезистентность при этих состояниях хочется есть постоянно даже если ты наелся до отвал и у тебя живот уже набит битком нарушение функции щитовидной железы при гипотиреозе когда замедляется обмен веществ люди склонны переедать и набирать вес при таких состояниях у меня гипотиреоз и поэтому я с детства всегда это чувствовал на себе пмс у женщин это конечно не заболевание это как раз состояние организма при котором резко скачет гормональный фон женщина хочет есть и переедает некоторые медицинские препараты например антигистаминные стероиды антидепрессанты все эти препараты усиливают аппетит девятая причина переедания я специально сделала ее отдельным пунктом это алкоголь на очень многих людей в том числе на меня алкоголь действует определенным образом стоит мне выпить немного или много как угодно у меня где-то через 10 минут наступает приступ дикого страшного голода это не важно что перед этим я допустим очень много съел никакой роли не играет этот приступ длится примерно полчаса 40 минут вот у меня лично и в это время мне все равно что есть вот реально я могу есть какой-то черный хлеб какие-то корки то есть у меня приступ волчьего голода в этот момент потом это все проходит я конечно мириться с этим не стала я уже рассказывала какие хитрости я применяю для того чтобы это минимизировать вред от употребления алкоголя наверняка сейчас кто-то скажет отказаться от алкоголя не пробовал нет я считаю что алкоголь в небольших дозах он полезен как для организма так и для коммуникации и расслабления я отношусь к алкоголю как к яду то есть в небольших дозах это лекарство в больших дозах это яд и я разработала помните вам рассказывала свою систему как пить я готовлю большую сковородку какой-то низкокалорийной еды например тушеная капуста с луком и томатом немножечко съедаю потому что я никогда не пью на голодный желудок это у меня правило такое потом я допустим выпиваю бутылку пива и у меня начинается минут через 15 вот этот приступ голода а я все это время не ем я только немножко съела две ложки чтобы выпить не на голодный желудок и вот я выжидаю когда меня накрывает приступ этого страшного голода я начинаю медленно есть жевать огромную порцию вот это низкокалорийной капусты моя цель растянуть ее на полчаса то есть я бы не должно хватить понимаете какая хитрость в чем чтобы был огромный объем при наименьшей калорийности вот только таким методом я могу справляться вот с этими приступами голода после приема алкоголя а у вас дорогие друзья какая реакция на алкоголь мне любопытно десятая причина переедания это психологические причины низкая самооценка одиночество только не для интровертов депрессия я частенько читаю в комментариях под моим видео что у меня чересчур много видео на отвлеченные темы это психология философия повышение самооценки что дескать они не нужны важно ведь что диета и спорт но дорогие друзья поверьте моему богатому опыту самое главное это навести порядок в голове без этого результаты диет будут недолговечными поэтому дорогие друзья давайте в борьбе с лишним весом применять комплексный подход только тогда результат наших усилий будет устойчивым желаю всем нам дорогие друзья разумного подхода к проблеме ожирения не передайте а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока